Привет всем роскошным умницам и умникам, которые отлично потрудились в этом году и заслужили шикарный праздник! Сегодняшнее видео это традиционное видео, которое мы с вами каждый год выпускаем 31 декабря, и это самая большая в году распаковка блогерских рассылок, всяких подарков. Мы с вами сегодня будем все это открывать, будем удивляться, поражаться и вообще будем, знаете, роскошествовать, если есть такое слово. Такого слова нет, но мы его будем, в общем, мы будем заниматься именно этим сегодня с вами. И, кстати, это видео очень вам пригодится, если вы хотите уделить время себе, там, вам нужно накраситься, и нужен какой-то аккомпанемент хороший, или вы, наоборот, очень сильно заняты и уже режете салаты, и под то, чтобы наварить овощи, и под то, чтобы все это потом нарезать. Вам тоже нужна хорошая компания? Замечательно, вы зашли по адресу, и давайте скорее начнем. Итак, у нас сегодня с вами, я так смотрю, много всего, и у нас, кстати, традиционные наши подарочки на голове. А куда же бить них, которые вот так вот замечательно шевелятся? В общем, это вообще не все, это вообще не все, что у нас есть. У нас еще часть под столом, и часть у нас еще на диване, и мы сегодня с вами столько всего будем открывать. У нас просто я эти рассылки копила, мне кажется, месяца два, чтобы мы с вами сегодня их торжественно открыли. И я очень надеюсь, что в этих коробках, которые запакованы, нигде нет больше еды. В основном я всю еду уже вытащила и съела, потому что, знаете, я не самый терпеливый человек на свете, но есть пара коробок, которые прям вот совсем закрытые, и я очень надеюсь, что эта еда там не испортилась, а то будет такой себе праздник. Ну, в общем, давайте начнем прямо-таки с закрытой коробки, которая на нас смотрит откуда-то вот из этого уголочка. И это вот такая вот красивейшая просто коробка от бренда Холика Холика. Огромное спасибо всем брендам, которые мне прислали новогодние рассылки. Благодаря этому мы, во-первых, узнаем, что у них там нового вышло в этом году, а во-вторых, мы с вами имеем возможность хорошо провести время и вот так вот порадоваться. Итак, открываем. Ой, все запаковано, зашито вообще, закрыто сто раз как бы это разорвать. Уже, знаете, нет просто сил терпеть, хочется все рвать, все вообще во все стороны разбрасывать. Наборов мне, видимо, не хватило в этом году, которые мы рвали, хочется рвать еще и подарки. Итак, открываем нашу первую рассылку и смотрим, что же здесь внутри. Во-первых, мне кажется, это нельзя показывать на канале, ну-ка, дайте я проверю. Нет, все нормально, это безалкогольное шампанское, это какое-то абраундерсо для детей из виноградного сока. Ну, в общем, безалкогольное шампанское показывать можно, поэтому я вам покажу. А вот алкогольное уже тут не совсем. В общем, что у нас здесь дальше? Дальше у нас здесь какой-то набор для увлажнения кожи, который называется алоэ и бамбук для экстра увлажнения кожи. Алоэ, алоэ, давай забамбучим что-нибудь. Ну, что же они забамбучат здесь? А, ну понятно, это ж холика-холика, но что ж они еще забамбучат, как не свои вот эти вот гели всякие. И здесь у нас очищающая пена для лица с алоэ и также вот такой вот успокаивающий гель для кожи, стандартные их средства в красивых упаковках. Кроме того, здесь еще всякие конфеты, здесь игрушки, еловые всякие веточки. Ну, хорошо, кстати, что мы открыли реально, как бы ничего здесь не испортилось. Все вообще замечательно. Бенгальские огоньки и вот такие вот классные новогодние игрушки на елку. Посмотрите, здесь у нас и алоэ вот такой вот потрясающе веселый и бамбук тоже симпатичный. А кроме того, здесь у нас еще какая-то маска гиалуроновая кислота и еще здесь скидочный промо-код. Если вы хотите на холика-холика.ру что-то купить, то вы можете по скидочному коду Мандарин получить скидку на 30% до 1 февраля. Вот такая вот штука интересная. Ну, что ж, мы рады. Мне кажется, это вообще отличное начало. И вот это вот детское шампанское мы с вами прибережем немножечко на потом. Я уверена, что в конце видео оно нам очень даже понадобится. Я бы, честно говоря, не против была и шампанского настоящего, но еще не время. Мы только начали распаковку. И знаете, как-то начинать уже под шафе было бы не очень вообще-то разумно. Итак, мы с вами открываем следующую коробку. И следующая коробка будет от бренда Vivienne Sabo. У них вышла какая-то потрясающе красивая новая коллекция, которая называется Высокая мода. И здесь огромная рассылка от них. Я так понимаю, что здесь внутри вся вот эта коллекция. Я думаю, что вы уже видели в магазинах вот эти вот новые всякие палетки. По крайней мере, в интернет-магазинах они есть. И у них здесь Fashion Illustration. То есть вот такие вот иллюстрации красивые. Вы видите, тут всякие девочки вообще замечательные. Ну и внутри у нас здесь, в общем, инструкция, что есть что. Но я думаю, что мы с вами и так разберемся, что есть что. И, во-первых, у нас здесь вот такая вот палетка, которая называется Bronzetta или Bronzet. Здесь палетка... Ой, как красиво! Смотрите, как классно! Какие классные палетки появились у Vivienne Sabo. То есть у нас, мне кажется, наших российских брендов даже и не было, которые выпускали бы палетки вот прям с таким большим количеством оттенков. То есть здесь и бронзеры... Сколько? Два бронзера. Вот это что-то такое среднее. То ли бронзер, то ли что-то типа румян каких-то бронзовых. Хайлайтер и два оттенка румян. Вообще классно! Хочется попробовать. Также здесь у нас тушь Cabaret. Я так понимаю, что это просто лимитированный какой-то футляр, потому что, да, просто, мне кажется, это обычная тушь Cabaret в лимитированном футляре. И также здесь еще есть тот самый фиксатер. Я все время думаю, наверное, я неправильно произношу это название. Ну да бог с ним! Это гель для бровей. Это, я так понимаю, версия, которая более стойкая у них, которая новая, тоже в лимитированном футляре. Кроме этого, здесь у нас еще вот такая вот палетка. Девочки тут румяненькие, так что я думаю, что это палетка с румянами, да? Здесь румяны у нас, посмотрите, бронзер, четыре разных вида румян и также какой-то красивый хайлайтер. Еще в этой коллекции, смотрите, у нас здесь палеток пять штук вообще, ну и коллекция какая-то просто огромная. Вот такая вот палетка теней, которая называется Интрига. Ну, я не то чтобы прям огромная фанатка теней от Vivienne Sabo. Вот средства для лица у них классные, средства всякие для глаз. Я поменьше немножко люблю, но тем не менее, я имею в виду именно тени. А вот тушь, кстати, классная, кабаре. Ну, я надеюсь, что, может быть, вот эти вот будут замечательные. Также здесь у нас вот такая вот палетка для бровей. Здесь у нас средства для оформления. Здесь какие-то средства для оформления. И даже воск есть для фиксации бровей. Тоже вообще интересная штучка. И еще одна палетка, которая называется Дефиле. Учитывая, что здесь у нас девочки какие-то такие посвежее, а здесь девушка прям такая вот вся, вся, знаете, фулглэм. Я думаю, что эта палетка более темная. Да, так и есть. Она более темная. И вот эта вот такая какая-то светленькая, радостная. Это прям такая роковая палетка. Ну что ж, коллекция выглядит обалденно. Мне кажется, что эту коллекцию ждет большой успех. Ну, разумеется, мы еще с вами узнаем в будущих видео, что там по качеству этой коллекции. Но пока выглядит действительно впечатляюще. Кстати говоря, у нас от Vivienne Sabo есть еще одна коробка с прошлой их коллекции, которая называется Метаморфозы. И выглядит эта коробка вот так. Vivienne Sabo что-то очень много выпустили. Новинок прям под конец года. И здесь у нас, смотрите, вообще как интересно. Здесь у нас тоже четыре разных девушки, но уже реальных, не нарисованных. И эта палетка, которая... Точнее, это коллекция, которая с разными настроениями. В ней четыре палетки. И каждая палетка, это как бы вот... Какое у тебя сегодня настроение? Ты хочешь быть натуральной? Пожалуйста, палетка, которая называется Naturell, которая выглядит вот так. Помните, у них выходили вот эти палетки, которые были Supernatural там некоторое время назад. По-моему, кстати, в конце прошлого года они выходили, если я ничего не путаю. И там была, в принципе, такая же концепция. Четыре палетки с разными просто подборами оттенков. Также здесь тушь, которая тоже к этой палетке, видимо, прилагается с вот такой вот силиконовой щеточкой. Ну, наверное, делает какой-то натуральный эффект на ресницах. Следующая тушь у нас называется Romantic. Кстати, ну-ка. А, понятно. Это влагостойкая тушь, которая Naturell. Дальше у нас, которая Romantic, это подкручивающая и объемная тушь. Здесь вот так вот щеточка на одну сторону, немножко похожа на Maybelline'овскую Lash Sensational тушь. И здесь у нас палетка в каких-то розовеньких таких оттенках. Ну, понятно, романтичная палетка. Дальше у нас драматичная палетка, которая вот так вот выглядит. Ну, типа какие-то смоки, там что-то такое. Вампирский немножко стиль у нас должен быть. И здесь у нас тушь, которая делает накладные ресницы. Похоже на кабаре по щеточке. Больше всего это тушь. Так, хорошо, ладненько. И последняя палетка у нас для больших оригиналов. Здесь палетка с разными оттенками. Ну, обычно вот это называется все подряд просто оттенки. Ну, такая вот яркая, кто любит какие-то более яркие образы. И здесь у нас тушь, которая просто удлиняющая. Мне, кстати, кажется, что здесь надо было какую-то другую тушь положить. В общем, здесь тоже силиконовая щеточка. Все туши с силиконовыми щеточками. Ну что ж, тоже с вами попробуем и узнаем, какая тушь нам понравится больше. Ну, палетки с палетками. С палетками мы уже все знаем, как надо обращаться. А вот туши разные. Мне кажется, это особенно интересно. Дальше. Что мы откроем дальше? Ой, даже не знаю. Столько всего. Так все интересно. Ну что ж, давайте посмотрим, что появилось снова у бренда Catrice и у бренда Essence. Вот здесь коробка, где сразу у меня и Catrice и Essence вместе. Смотрите, как много всего! Вообще, у них появилось прям много как-то новинок. И давайте рассматривать. Давайте так, как у нас тут все лежит. У нас с одной стороны Catrice, с другой стороны у нас здесь Essence. Значит, у Essence появилась новая палетка I like to move it, move it. То есть, как move, точнее, move это move it. Вот, как вы помните, в Мадагаскаре была эта песня, очень популярная в свое время, которую пели лемуры. И вот такая вот у них появилась фиолетовая новая палетка. Я думаю, что, скорее всего, у них, наверное, появились вот эти маленькие палетки в разных оттенках. Потому что было бы странно, если бы она была вот такая вот цветная только одна. Ну, кстати, симпатичные прям красивые цвета. Также здесь какая-то тушь новая, которая называется Double Trouble. Это тушь, которая одновременно и разделяет ресницы, и придает им объем. С обычной, кстати, щеточкой для тех, кто любит не силиконовые щеточки. Также здесь у них новинка в их линейке, которая называется Hello Good Stuff. Став, и это крем с центеллой азиатской. Я, знаете, что-то начинаю заговариваться. У меня там тушь это палетка, палетка это тушь. Что последнее сказала, то дальше просто и повторяю. Но ничего, мы сейчас с вами придем в форму. Нам форма сегодня нужна очень даже хорошая. Дальше у нас здесь Fresh and Fit. Их тональная основа, которая теперь с неоциномидом и витамином Е. Мне кажется, раньше в нее эти ингредиенты не входили. Кроме того, здесь еще какие-то вещи для ног. Какие-то новинки для ног. В общем, во-первых, с морской солью, также маслом ши, мочевиной и пантенолом. Некая маска для ног. Это вообще интересно, да? И также здесь защищающий спрей для ногтей на ногах с маслом чайного дерева. Ну, то есть антибактериальный эффект. Ну, понятно, для того, чтобы не было всяких неприятностей. Дальше у нас здесь что? Здесь у нас какой-то бальзам с перечной мятой для губ. Ну, как бы перечная мята это не то, что я сильно люблю ощущать на своих губах. Я и жвачку-то с мятой не очень люблю. Но, тем не менее, вот кто любит, есть такой бальзам. Дальше у нас здесь тушь, которая называется Lash Princess. Наверное, это какая-то новая ее версия, потому что она у них вышла уже давно. Ну, наверное, какая-то обновленная. Вроде выглядит как раньше. Не знаю, в чем-то, наверное, есть разница. Еще мы здесь находим роллер после того, как вы себе выщипали брови. И написано, что он охлаждает и также успокаивает. Ну, классно. Вообще, интересная находка. Мне кажется, Essence очень любит делать всякие такие вещи, знаете, неочевидные. Типа специальный лак для ногтей на ногах. Хорошая вещь. Или там какой-нибудь аппликатор для накладных ресниц. И у них получаются прям классные вещи, интересные. Так что их команда, которая вот разрабатывает всякие такие продукты, они прям вообще молодцы. Они думают, что же нужно дать людям. И придумывают всякие полезные вещи. Также у них здесь новый какой-то карандаш. Хотя, по-моему, он не новый. Мне кажется, это просто какие-то их, типа, классические вещи из более-менее недавних запусков. И это карандаш, который называется Soft & Precise. Кроме того, здесь еще две каких-то помады интересных. Ну, нет, это уже какие-то новинки. Во-первых, здесь у нас какой-то прохладный коллаген или классный коллаген. Вот такая вот помада в нюдовом оттенке. И, кроме того, здесь еще увлажняющая нюдовая помада. Ну, вообще, Essence тут у нас пошли по каким-то нюдовым помадам. Следующее, что мы здесь находим, ах, это уже Catrice. А вот еще от Essence, тоже из линейки Hello Good Stuff. Это линейка, которая со всякими органическими экстрактами. Здесь у нас маска для сна, которая увлажняет кожу с лавандой. Ну, давайте понюхаем, раз с лавандой, раз нам обещают, что такое... Нет, лаванду нюхать нельзя, когда снимаешь видео. Ни в коем случае, потому что на меня действует просто туже. Мне тут же хочется вообще залезть под стол и немножечко поспать. А если вам сегодня хочется это сделать, то обязательно так и сделайте, потому что у вас впереди долгая ночь. Но перед этим не забудьте подписаться на канал, потому что, если вы смотрите сегодняшнее видео... Ребят, сегодня Новый год! В Новый год надо подписаться на канал обязательно! И это очень легко сделать. Просто можно нажать на кнопочку подписаться под этим видео. И не забудьте нажать на колокольчик. Если вы на него нажмете, то и в вашей жизни обязательно зазвенят колокольчики счастья. Ну, а мы с вами продолжаем. Здесь у нас Catrice. Здесь какое-то новое тональное средство, которое называется All Matte. И это вроде старое тональное средство, но я так понимаю, что это его перевыпуск с какой-то новой формулой. И здесь у нас 18 часов стойкости и средство без масел, которое контролирует выработку кожного сала. Дальше у нас здесь новое обличье камуфляжного консилера. Мне кажется, это что-то новенькое. Написано, что это не просто камуфляж. Помните, вот консилер у них мой любимый есть, который жидкий камуфляж, а это, который более классический, в шайбочке. И здесь написано, что это ультимативный просто камуфляж. Наверное, замажет все сразу. Даже вообще самые какие-то ужасные огромные прыщи. Так, что еще? Здесь есть еще три лака для ногтей. У меня такое впечатление, как будто мы открываем, помните, вот эти DIY-коробки от Catrice. С той лишь разницей, что здесь у нас все новинки. Это все новинки, а в тех коробках у нас были всякие старые запуски. В общем, здесь у нас какой-то Mose Nude лак для ногтей, который как бы, да, он Mose Nude определенно, потому что он далеко не нюдовый, он вообще-то с блестками весь. Вот такой вот вообще супер блестящий. Также у нас номер 13, какой-то веганский, веганский гелевый лак. Представьте себе. А, это, кстати, линейка Icon Nails. Я ее не очень люблю, мне как-то она вообще не понравилась в свое время. Кроме того, здесь еще новый лак, который укрепляющий. И здесь он с гиалуроновой кислотой и также маслом семян юдзу. Это какая-то прям экзотика для меня, потому что, ну не знаю, ну укрепляющий лак с такими экзотическими ингредиентами. Это интересно. Кроме того, здесь еще экстремальный бустер для губ. И написано, что он прям... Это очень странно. Помните, я вам только что говорила, что они придумывают всякие странные вещи. В общем, это бустер для губ. То есть, он делает губы объемными. Но кроме того, здесь еще есть пометка, что он выбеливает зубы визуально. То есть, его нужно наносить на губы, да, но он выбеливает зубы. Как это вообще работает? Очень приятно пахнет. Я думала, он будет мятный, судя по упаковке, а он пахнет какими-то конфетками. Классный такой запах, прям такой, знаете, свеженький. Я думаю, знаете, что с ним происходит? Давайте его чуть-чуть, чуть-чуть намажем. Скорее всего, он тоже делает губы немного розовее. И, может быть, за счет этого они считают, что как бы зубы на фоне губ становятся белее. Ну, в общем, какая-то странная, на самом деле, тем я не очень поняла, почему они это утверждают. А может, потому что он какой-то голубоватый. И, то есть, вот этот вот синеватый подтон на губах делает зубы визуально как-то белее. Наверное, в этом идея. Ну, не знаю, как-то реально странно. Если вы догадались, в чем здесь дело, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Дальше у нас здесь что еще? Здесь у нас какой-то... Я не знаю, что это. Что это такое вообще? Это бальзам. Это бальзам для губ просто какого-то вот такого прозрачно-розового цвета. Ну, что ж, хорошо. Следующее это румяна. Blush in the Box. Просто новый оттенок румян. У них появился 30-й, который называется Теплая душа. И еще мы находим Glamandol тушь объемная для чувствительных глаз. Вот такая вот. Посмотрите, если у вас чувствительные глаза, посмотрите сейчас на экран. Я вам покажу тушь, которая предназначена для чувствительных глаз. Вот такая вот с такой классной щеточкой. И Glamandol это на самом деле огромная линейка. У них очень много в них разных тушей. И можно запутаться. В общем, вот такая вот есть для чувствительных именно глаз. Теперь давайте откроем что-нибудь классное и люксовое. Например, вот такую вот английскую телефонную будку, которая неожиданно синего цвета. Это рассылка от бренда Elemis. И это какой-то шикарный, хотел сказать, шкафчик. В общем, это шикарная коробочка с разными классными вещами от этого бренда. Ой, как здорово! Смотрите, здесь все, что мы любим. Кстати, от этого бренда у нас уже вообще куча всего есть в этом году. Потому что мы с вами и адвенты открывали. И во всяких бьюти-боксах находили. И в других адвентах находили. И наборы я покупала, которые мы с вами открывали. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь конкретно в этом наборе. Кстати, посмотрите, мы с вами так и не увидели чего-то такого революционного. Ну, то есть я думаю, что здесь реальная идея в том, что он имеет слегка синеватый потон. И за счет этого, наверное, они считают, что зубы как-то становятся визуально белее. В общем, давайте смотреть. Кстати, этот набор, его вроде можно даже купить. То есть это не какая-то там креативная блогерская рассылка. Это как раз просто набор из их коллекции подарочных наборов, насколько я поняла. Итак, смотрим. Первое, что мы достаем, это маленькое масло франжипани и маной. Ну, вообще, ну, красиво, да? Я люблю, мне очень понравилось это масло. И его можно применять и для волос, и для ногтей, и вообще для всего на свете, для тела. Классная вообще вещь. Реально пахнет просто обалденно. Давайте его немножко откроем и понюхаем. Нет, ребят, не получится, не откроем. Оно так запаковано. А, оно там прям как-то запаяно. Что-то тут надо постараться, чтобы его открыть. Ну, в общем, я вам точно говорю, мы с вами уже такое нюхали. И оно пахнет просто потрясающе. Также здесь коллагеновый бальзам, очищающий для лица. Тоже много раз мы с вами его находили. И это бальзам, который прекрасно, во-первых, пахнет какими-то цветочками, листочками и хвой, и который отлично смывает макияж. Ну, конечно, ну, конечно, про коллаген. Их знаменитый, самый-самый, их главный крем. Самый популярный, мне кажется, они говорят, что это самый популярный крем в Великобритании вообще для лица из категории люкс-средств. И еще пэды для лица, которые мы, кстати, находили, я помню, в их адвенте, но они там были в каком-то очень маленьком формате. Типа там было штучек 10. А здесь полноразмерная версия. Да, здесь 60 штучек. И что это за пэды? Такие пэды, точнее, это пэды для того, чтобы делать пилинг кожи, который выравнивает текстуру кожи и делает кожу более ровной. Так, хорошо, более ровной и более ровным делает тон. Вот как надо сказать. И текстуры, и тон становятся более ровными. Ну что ж, красота! Вообще красота! У нас здесь коробки множатся. И мы с вами открываем следующую коробку. Давайте возьмем пирамиду от Стеллари. У нас здесь несколько рассылок от Стеллари. Давайте, наверное, начнем с вот такой вот пирамиды. Рассылка, конечно, очень креативная. Мне кажется, это какая-то, знаете, пирамида просто мая. Что-то такое. Какой-то намек здесь есть на это. И посмотрим, как же это выглядит внутри. В общем, у Стеллари обновилась их коллекция средств для бровей. Они выпустили прям много-много всего. И у нас здесь самая маленькая часть этой пирамиды. И это средство для бровей. Это какой-то максимайзер для бровей и для ресниц. Мне кажется, он у них был на самом деле, но в каком-то другом немножко формате. И он с маслом усьмы. Мне, кстати, я помню, писали, что надо говорить усьма. Честно говоря, я понятия не имею, что это за растение. Нужно будет посмотреть, что это за растение. А давайте сейчас и посмотрим. Как хорошо, когда есть интернет под рукой, да? В общем, усьма, она же усьма. Это на самом деле даже не такое слово. Это некая вайда, красильная. В общем, это капустное какое-то растение. И оно раньше использовалось для получения синей краски. Вот такое вот интересное растение. Ну-ка, пахнет приятно. Пахнет просто маслом. Хорошее реальное средство. Я помню, что действительно у них было это средство раньше. Но это, видимо, какая-то, наверное, обновленная версия. Ну, какая-то более, может быть, активная. Так, хорошо. Дальше у нас здесь стильная, стильная часть этой пирамиды. И у них две туши здесь. Также фиксирующий гель. И новинка, прям вообще новинка-новинка. Это вот такие вот наборы. Смотрите, наборы, что содержат. Два оттенка теней, маленькую щеточку и также воск или какое-то фиксирующее средство. Здесь набор посветлее. И здесь, соответственно, наборчик потемнее. Ой, что-то все у меня как-то... Как-то все у меня прям в руках. Я все сломала. Все развалила. Ну, ладно, я потом все поправлю. Ну, в общем, вот такой вот набор для более темных оттенков бровей. Поэтому, если вы любите средство для бровей от Стеллари, то теперь вы можете знать, что у них появились какие-то новинки. А еще у нас третья часть этой пирамиды. И вот это я прям помню. Я недавно это сама покупала. Это трафареты для бровей. То есть, они отдельно уже давненько продаются в Магнит Косметик, где Стеллари представлен на эксклюзивных правах. И здесь еще какие-то карандаши. Мне кажется, вот этих карандашей раньше не было. Или они выглядели немножко по-другому. Здесь у них сколько получается оттенков. Здесь раз, два, три, четыре оттенка. Но почему-то пропущен второй. То есть, заканчивается все пятым. Начинается все с первого. Второго оттенка нет. Может быть, он есть. Может быть, его в принципе пока что и нет. Это какой-то тайный оттенок. И также у них появилось... Посмотрите. Вот это вот вообще что-то новенькое. Это тату-лайнер для бровей, который именно с вот такой вот кисточкой. Вот это классно. Потому что я знаю, что многие любят именно в таком формате себе брови рисовать. То есть, отдельные какие-то волосочки дорисовать. С помощью вот таких вещей это, конечно, всегда очень удобно. Ну что ж, пирамида от Стеллари. Нас вообще тронуло до глубины души. Мы еще таких рассылок не видели. А теперь давайте откроем Стеллари бриллиантовую коллекцию. Мы с вами уже делали обзор на эту коллекцию. Я вам рассказывала про эту коллекцию. И здесь у нас она в полной версии. Давайте посмотрим, что здесь лежит. Ну вот такая вот красивая, конечно, рассылка. И, во-первых, здесь у нас две кисти, которых, я помню, не было. У нас в Магните они не продавались, которые вошли в эту коллекцию. Также вот такой вот карандаш для бровей. У меня он есть. Я его тоже покупала. Кроме того, здесь еще повязка для волос, для косметических процедур. Вот такая розовая, красивая, из коллекции Diamonds. Это их, кстати, новогодняя коллекция. И смысл в том, что на Новый год у вас вообще все должно сиять. Вы будете сиять, как бриллиант. А вы сияете, как бриллианты и без всякой косметики. Даже если вы сегодня не будете краситься, сегодня, если у вас будет хорошее настроение, вы будете сиять еще похлеще любых бриллиантов. В общем, дальше у нас здесь вот такая вот палетка бриллиантовая снова. Давайте ее откроем и посмотрим. Вот так вот она выглядит. Кстати, хорошая в ней пигментация, несмотря на то, что, ну, как бы у Stellar, честно говоря, не всегда пигментация удается. Два оттенка теней вот таких вот. Вот эти тени, кстати, вообще классные, но они такие полупрозрачные. Это кремовые тени. Они стойкие, они красивые, они такие прям сияющие сильно. Но если вы хотите, чтобы они были более такие яркие, то есть прям насыщенный цвет, их нужно наносить в несколько слоев, и тогда они начинают уже подскатывать так века, точнее его пожевывать. Ну, знаете, вот эти все металлизированные кремовые тени. Только у некоторых теней, про которые мы недавно с вами говорили, удается века не жевать. Дальше у нас здесь вот такие вот блески для губ тоже из этой линейки. Хайлайтер. Я помню, что я покупала хайлайтер для обзора в другом оттенке. Здесь он какой-то розовый. И что это за оттенок? Это оттенок 01. Мне кажется, у меня было 02. А может, я вообще все перепутала? Может, у меня такой оттенок и был? Мне кажется, какой-то другой. Мне кажется, более светлый у меня был оттенок. И также здесь еще вот такой вот бальзам для губ в форме бриллианта. Теперь давайте откроем вот такую вот коробку, которая, честно говоря, невероятно тяжелая. Она просто такая тяжеленная. И здесь написано Hello Poly. Я думаю, что многие спросят, что это за бренд такой. Никогда о таком не слышали. И верно. Я тоже раньше о нем не слышала. Здесь еще зеркало такое просто гигантское в этой коробке. Давайте как-нибудь вот так вот все это делать. В общем, Hello Poly это новый бренд. Это российский бренд косметики для волос. И причем это бренд, который вдохновлен корейской косметикой. То есть, несмотря на то, что российские, они действуют по принципам именно корейской косметики. Так, как бы нам это сделать, чтобы мне вас зеркалом этим не слепить. Давайте как-нибудь вот так вот что ли, вот так вот сделаем. Ну, вот так вот получилось нормально. В общем, что у нас здесь внутри? У нас здесь вот такие вот резиночки. Так, еда уже. Хорошо, что тоже не испортилось. Вот такие вот маршмеллоу здесь. И, кроме того, собственно, их косметика для волос. Здесь написано, ты лучший цветочек. Мы это, конечно же, знаем. Мы все самые-самые лучшие цветочки. И внутри написано, что средства не тестируются на животных. Это классно. Все формулы на 90% состоят из натуральных ингредиентов. И также в составе нет парабенов, СЛС, красителей. Так, первая у нас линейка вот такая. Вот, которая называется кератиновый шок. Это экстренная помощь уставшим волосам. Но здесь нам долго расписывают, что там есть в какой линейке. В общем, это глубокое восстановление. И здесь есть вот такая вот маска и шампунь. Давайте что-то понюхаем, потому что, понятное дело, что голову мы сейчас помыть с вами не сможем. Ну, хотя бы понюхаем. Ой, приятно, приятно пахнет. Ну, такой вот прям аромат, какой-то легкий, легкий аромат шампуня. Вот так вот это можно назвать. Реально приятный аромат. Дальше у нас следующая линейка, которая называется Ocean Drop. И это линейка для глубокого увлажнения волос. Другой аромат. Я думала, что, может быть, у них везде одинаковый. Это немножко пахнет каким-то кокосом. И последняя линейка это Detox Boss. Глубокое очищение и антиполюшен эффект. Ну-ка, давайте-ка. Тоже приятно пахнет. Вообще замечательные у них такие запахи. Давайте откроем какую-нибудь маску. Просто посмотрим, как она там выглядит внутри. Ну-ка, маска. Густая. Я люблю, когда маски густые. Я не люблю, когда они, знаете, такие прям водянистые. И вы как будто шампунь достаете. И она вся течет у вас по пальцам. Потом ничего наглого вы себе не нанесли. Половину просто по дороге растеряли. Ну-ка. Ну, приятно. Что ж, с удовольствием попробую. И рада, что у нас появляются какие-то классные новые российские бренды, которые прям такие интересные. Так, хорошо, хорошо. Это мы с вами посмотрели. Коробка просто бешено тяжелая. Как бы мне ее... Куда бы мне ее поставить теперь? Давайте вот сюда вот ее на краешек поставим. А тем временем разберем с вами коробку из подружки. Это их новогодняя рассылка тоже со всякими подарками. И что мы здесь видим? Так, подарочный сертификат. Ой, здорово. Смогу сходить в подружку и купить нам с вами что-нибудь классное для обзоров. В общем, это здорово. Это всегда приятно. Кроме того, здесь у нас еще два вида патчей. Одни от бренда S-Folio. Мы с вами эти патчи прекрасно знаем. Также от бренда Dewy Tree. И здесь с муцином улитки. И также с золотом патчи. Еще у нас тут... Вообще, это у них бестселлер, насколько я знаю. Это маска, которая питательная для сна от бренда Apieu. Еще тут какие-то у нас маски. Вообще, типа коробка, знаете, для января. Когда вы немножко уже перетрудились за декабрь. Немножко потом еще отекли. И после этого самое время делать маски. В общем, у их собственного бренда, который называется Deco, есть вот такие вот маски SPA. То есть, эта маска, я так понимаю, просто на глаза, которую можно положить в холодильник, охладить ее и потом с ней лежать. Ой, помните, если вы смотрели раньше Asmar, он же ASMR, но мы же с вами знаем, как правильно надо это говорить, правильно? Там постоянно раньше асмартисты делали вот так вот. То есть, у них были всякие маски там со всякими шариками, со всякими блестками внутри. И они постоянно вот так вот это все делали. И с такими еще звуками. По-моему, не очень получается. Но, в общем, это называлось липкие пальчики. Многим очень нравилось. Мне, кстати, нравился этот звук. Он какой-то, какой-то такой расслабляющий. Но на звук и на цвет и на вкус, как вы знаете, нет, товарища. Хотя мы с вами разделяем многие-многие вещи. Я в этом уверена. И еще здесь вот такие вот пэды под глаза. Это вообще классная тема. То есть, это пэды, которые вы можете положить в морозилку, в холодильник и потом просто достать и себе под глаза положить, вместо того, чтобы каждый раз покупать какие-то патчи. Но в патчах плюс еще есть всякие питательные, всякие увлажняющие ингредиенты. Поэтому все-таки это не то, чтобы взаимозаменяемые вещи. Так, дальше у нас от бренда Дьюи Три маска какая-то, смягчающая кожу на 14 дней. Вот такая большая сразу упаковка, в которой много масок. И еще тут целая куча других масок. Если вы не знали, я не знаю, как вы могли не знать, если вы хоть раз были вообще в магазине Подружка, у них там огромные стенды с разными масками. И так как Подружка это магазин, где в основном продаются недорогие бренды, которые бюджетные, такие классные, хорошие, и бренды масс-маркета, эти маски тоже недорогие. И давайте посмотрим. У нас здесь маска для волос, также маска кофейная, маска с кошечкой для глаз, маска медовая, маска коллагеновая со свинкой, маска с чем тут у нас, с цинком. Ну ладно, давайте все не перечислять. В общем, маска такая, маска такая, маска с розой, маска с кокосом, маска с клубникой, маска, которая называется Сон Чон, Сон Чон или Сон Джон. В общем, это маска, которая из линейки Этюд Хаус, очень-очень популярная линейка, и она реально супер классная. Я недавно спрашивала мою подругу Кенху, что она от бренда Этюд Хаус могла бы порекомендовать, она сказала, что вот эта вот линейка у них прям самая-самая классная. И дальше у нас здесь маска с авокадо и маска японская от бренда Хада Лапа. То есть у нас до этого все было корейское, а теперь одна маска-то у нас все-таки японская. Ну что ж, масками мы с вами обеспечены, не только на январь, но, наверное, еще на несколько месяцев. И мы этому, конечно, рады. Я, кстати, думаю, что некоторые из вас сейчас, прямо сейчас сидят с патчами под глаза. Если я угадала, если я вас раскрыла, обязательно пишите об этом в комментарии. И, кстати, некоторые, наверное, вообще еще кофе пьют с каким-нибудь классным бутербродом. Надеюсь, что у вас уже бутерброды с икрой. А то, знаете, такой день, такой день. Не надо экономить икру. Уже начинайте, начинайте мазать себя на бутерброд и прям кусайте и вгрызайтесь в него. Так, что у нас дальше? Дальше у нас вот такая вот коробочка, которая немножко потерлась. И это коробка от L'Oréal Paris. Ну, здесь чисто такая поздравительная коробка. Здесь у нас... О, нельзя это показывать! Это нельзя показывать! Это алкогольное шампанское. Ну, что ж, такая, знаете, чекушечка. Уберем ее под стол тоже. Так, что у нас еще здесь есть? Здесь у нас их тушь, которая называется Balm Noir. Это новая тушь из линейки Объем миллиона ресниц. И она укрепляющая ресницы. Она там кондиционирующая, она со всякими маслами. Она симпатичная, красивая. Вот такая вот. Ну, Объем миллиона ресниц. Честно говоря, мне не показалось, что это самая классная тушь, которая есть в этой линейке, которая вообще у них выходила, потому что обычно вот эти туши, которые с большим количеством ухаживающих компонентов, у них, соответственно, текстура становится более такая кремовая. К чему это ведет? К тому, что они становятся более объемными ресницами, но при этом, разумеется, они опускаются. Так как у меня есть с этим определенные проблемы, я обычно такие туши не то, чтобы прям как-то сильно люблю. Но если вы любите прям сильно объемные туши, то вот Balm Noir, есть такая тушь новая у L'Oréal Paris. И здесь еще всякие украшательства, всякие гирлянды, вот такой вот шарик красивый черный, ну типа Noir же у нас, да, бальзам черный для ваших ресниц, поэтому так и называется. Ну что ж, классно! Следующая коробка, вы представляете, мы сейчас это разберем, и у нас еще под столом, и у нас еще просто куча всего. Мы сегодня с вами отрываемся просто за весь год, за все, за все рассылки блогерские, да нет, у нас классные, вообще у нас такие были классные блогерские рассылки, их было просто полно в этом году, но это реально самое грандиозное. В общем, следующая рассылка от бренда Beauty Drugs, которые мне прислали, они мне иногда присылают рассылки, в общем, здесь они мне прислали какую-то свою тональную основу, которая называется манекен. Насколько я знаю, это у них самая популярная тональная основа, я никогда не пробовала, и я единственное, что они знаю, это то, что она вот самая популярная, я так понимаю, что она называется манекен, наверное, потому что она как-то очень хорошо выравнивает лицо, наверное, классно маскирует, и, ну, манекен, да, то есть у вас идеальное лицо, как буквально у манекена. Наверное, в этом смысл названия. Кстати, здесь еще есть версия, которая 5 мл, то есть это какой-то вот travel формат, этой тональной основы. Если она хорошая, если у них продается вот такой travel формат, в принципе, это неплохо, потому что вам же неохота, часто бывает ввести вот такую полную тональную основу с собой куда-то в отпуск, а я надеюсь, что многие из вас поедут в отпуск на эти новогодние праздники. Я, к сожалению, нет, но я вам желаю, чтобы вы смогли туда поехать. В общем, удобно брать с собой вот такие вот форматы. Это, кстати, знаете, вот когда мы с вами открывали адвенты, мне надо себе в прошлое дать какой-то совет, типа, Оля, когда ты жалуешься на миниатюры, помни, что ты скажешь в новогоднем видео, что удобно брать с собой такие форматы, помни об этом. И также у нас здесь какая-то рассыпчатая пудра, которая выглядит, как будто она очень сияющая. Miracle Touch Ачеросыпчатая пудра 10 грамм. Давайте посмотрим тоже на нее. Пока непонятно, сияющая или нет. Вроде бы даже нет. Вроде бы даже матирующая. Наверное, это баночка. Какая-то немножко с отблеском. Ну что ж, тоже попробую и узнаю, что там интересного есть у бренда Beauty Drugs. Потому что я с их косметикой довольно-таки плохо знакома. У меня был какой-то тинт для глаз. От них он был прям реально очень хороший. Но вот прям сильно, сильного знакомства у нас не было с этим брендом. Что дальше у нас? Дальше у нас Биаре. Ай, красота. Вообще Биаре. Ой, люблю вообще. Вообще, мне очень нравится от компании Као самые разные их бренды. У них много всего. Они прям очень классные. Я их обожаю. Здесь у нас набор от Биаре. Ой, мне кажется, в этом году. В общем, Биаре стандартно спонсор моего кота по потрясающим пледам. Обычно они присылают что-то вот с каким-то классным пледом. И я такая радостная, потому что я тоже люблю всякие пледы мягкие, одеяла какие-то. Мне все это очень нравится. Я беру себе этот плед, и потом кот у меня его буквально отбирает. А такое тоже бывает. Знаете, что кошки тоже у вас могут что-то отобрать. И присвоите. В общем, кошки, это не плед, не смогут отобрать. Это шарф. Все. Теперь это мой шарф. Посмотрите, какой мягкий, какой классный. Вообще обалденный, просто огромный, длинный шарф. Выглядит отлично просто. Но все, буду носить. Кошки не смогут. Хотя, представляете, если бы кот сейчас увидел вот это, он бы просто с ума сошел. Коробка, а в ней шарф. Как классно. Просто хочется вот так вот залезть и как кошка в ней немножко полежать. В общем, здесь у нас что-то от Biore классное. Во-первых, это очищающий мусс для умывания. Я думала, что у них только две версии этого мусса. У них есть розовая версия и такая зелененькая версия. Зелененькая версия, это которая версия для жирной кожи и, соответственно, розовая версия это для нормальной кожи. А оказывается, у них еще есть ультра увлажняющая версия. То есть, это, видимо, для сухой кожи версия. Также здесь вот такой вот классный лосьон. На самом деле, это очень странная вещь. И помните, я вам про нее рассказывала. Это все как бы в одном. В Японии есть такая тема, немного странная. В отличие от корейской косметики, они любят средства все в одном. То есть, у них тоже есть вот эта вот тема там отдельных куча шагов. Но и вот большой такой сегмент косметического рынка, где сразу все в одном средстве. И это как бы крем-гель для лица увлажняющий. Одновременно это лосьон. Одновременно это можно использовать как тонер. Ну, то есть, вот реально вот просто все, что вам нужно для ухода за лицом. И у них есть две версии. Один, это который увлажняющий. Это вот такой вот голубой. И он мне очень понравился. Он реально прям супер классный. Он классно увлажняет. И есть у них еще версия, которая, по-моему, более увлажняющая. И она мне уже не понравилась, потому что она какая-то прям дико такая тяжелая на лице. Ну, понятное дело, что всем там свое, у кого кожа более жирная, тем, соответственно, вот такое больше подойдет. У кого более сухая, тому более увлажняющая. Также классические салфетки для снятия макияжа. Это их огромный хит. И еще гель для душа. Экстра увлажняющий, который подходит для всей семьи. Выглядит вот так. У них, кстати, очень много разных гелей для душа. И давайте понюхаем немножко. Ой, как нежно пахнет! Вообще, все японские средства, конечно, отличаются в основном очень нежными, супер приятными ароматами. Ну что ж, я вообще, я очень довольна. Здесь у нас супер классный шарф, который я не отдам. Котам вообще ни в коем случае. Они, конечно, захотят. Точно захотят. И много всякой классной косметики. Так, хорошо. Убираем это в сторону пока. И следующая рассылка у нас от бренда Арифлейм. Вот с такой вот красивой снежинкой. И, кстати говоря, я думаю, что это, наверное... А что это такое? Я думала, может, это как-то можно надеть. Что это? Это топик. Или, может быть, это на голову. Или какой-то шарфик. Или, может быть, это просто такая вот повязочка красивая на коробку. В общем, давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Ого! Как много всего! Смотрите! Во-первых, здесь у нас шведский спа. А, интересно, кстати, шведская спа? Спа! Какой же это род? В общем, давайте говорить шведский спа-салон. Тогда мы сможем точно использовать мужской род. В общем, здесь у нас скраб для тела с солевыми кристаллами. Вот в этой линейке шведский спа-салон там у них вообще очень приятные ароматы. И мне прям все они нравятся. Давайте понюхаем. Такой, знаете, какой-то березки какие-то. Чем-то таким пахнет, но одновременно они прям такие тепленькие, эти березки. Дальше у нас здесь тоже эта линейка и это взбитый баттер для тела. Взбитое масло для тела. У меня такое уже было, мне кажется, как раз в их новогодней, прошлогодней рассылке. Ну-ка. Прекрасно. Прекрасно. Но здесь совсем, кстати, другой запах. Здесь просто такой больше аромат какого-то крема. Очень приятно. Кроме того, здесь еще какие-то вот такие две занятные штучки. А что это у нас такое? Ну-ка, давайте откроем. Как здорово! Это украшение. Посмотрите, как здорово! Здесь и сережки, и вот такой кулончик. Обалденно просто! Вообще отлично! Я обожаю всякие сережки, но в основном в жизни я ношу очень простые версии. Я вообще в жизни, представьте себе, очень скромно одеваюсь. А в видео, вот чтобы у нас был полный, конечно, здесь вообще вот такой вот полный разнос. Ну, в общем, сережки интересные. И также здесь у нас еще одни сережки, еще один комплект, тоже кулончик, и сережки вот такие вот какие-то уже блестященькие. Ну, Арифлейм продает много разных вещей, как вот все бренды такие вот сетевого маркетинга, которые торгуют под каталогом, у них обычно прям много-много всего. То есть у них есть и добавки пищевые, и всякие вот эти вот украшения из самых разных категорий вещи. Ну-ка, давайте посмотрим. А здесь у нас, кстати, есть пищевая добавка. Это напиток, который называется Акваглу. И что это такое? Это напиток с керамидами, я так понимаю, и также с чем? С брусникой. Ну, видимо, для какого-то сияния кожи, наверное, раз он так называется. И здесь, в общем, вот такие вот маленькие саше с этим напитком. Кроме того, здесь еще ароматы. Ну-ка, давайте посмотрим. А что здесь еще? Такое у нас интересное помада для бровей. Кроме того, контур для лица. Мы с вами уже тоже, я помню, в одной из рассылок это все открывали. Мы с вами знаем, что это такое. Кроме того, здесь еще ретиноловые капли, ретиноловая сыворотка для лица из их линейки Now Age или No Age. Это линейка как раз антиэйдж ухода. Еще шведский спа-салон. Это масло для тела, которое, я помню, у него какой-то очень интересный аромат. Ну-ка, давайте. Что же он не напоминает? Миндальную серию от L'Occitane. Точно. Вот что это такое. Прям похожий реально аромат. И у них есть средство для душа, именно масло для душа, которое прям с таким же практически ароматом, как у L'Occitane, но стоит намного-намного дешевле для тех, кто любит этот аромат. И еще здесь у нас много каких-то интересных косметических вещей. Лайнер Каял. Неожиданно. Надо же. Интересно, что они выпускают такие необычные вещи. Кроме того, еще какие-то интересные тени, вот такие вот в стиках. Я вообще люблю тени в карандашах. Ну, классно. Что ж, мы с вами попробуем. Ну, конечно же, их знаменитая тушь 5 в 1, которую они здесь перевыпустили. Вот так вот она выглядит. Я вам много раз рассказывала, что когда-то я просто обожала эту тушь, и до сих пор она просто прекрасна, эта тушь. И еще здесь у нас что-то такое? Это... Что это? Это, наверное, помада какая-то? Что это такое? Да, смотрите, это какая-то помада. Это типа как какой-то лак или, не знаю, как жидкая помада для губ. Она вот в таком вот интересном формате. Ну, что ж, классно, классно. Здесь у нас два оттенка, и также у нас карандаш, обычный черный карандаш для глаз. А теперь давайте попробуем, что у нас там за ароматы. Понюхаем сейчас. И это у нас ароматы, которые называются Signature. Причем один для женщин, и второй для мужчин. Давайте сначала понюхаем для мужчин аромат. Что же там такое? Какие интересные, кстати, упаковки. И посмотрите, они вот в таких вот деревянных каких-то кейсах. Надо же. Ну-ка. Что же это за запах? Ну, очень мужской. Ну, очень мужской аромат, если вы понимаете, о чем я. Ну, то есть, такой, знаете, прям классический мужской, прям вот мужской какой-то дезодорант, который пахнет и елками сразу, и, ну, елками в основном. Да, такой прям сильный, сильный запах. Чем же пахнет женский аромат? Вот такой вот. Ну-ка, давайте-ка, давайте-ка тоже с вами попробуем. Что-то я как-то мощно прыскаю, знаете, он прям валит с ног, можно сказать, этот запах. Что же здесь такое? Не, ну, здесь лучше. У женщин лучше, а женщинам больше повезло. Немножко сладковатый, какой-то даже слегка экзотический запах. Мне, кстати, кажется, что он может на разных людях ощущаться по-разному. Мне понравился. Вообще, интересный реально аромат. Потом я обязательно на сайте посмотрю, что в него входит, потому что он такой необычный. Он сладкий, но в то же время чуть-чуть там чувствуется какая-то цветочная составляющая. Он не восточный, то есть такой просто очень приятный, цветочно, немножко сладенький запах. Ну ладно, надо как-то побольше с ним познакомиться, попробовать его тоже на себе, чтобы понять вообще, какой он на самом деле, потому что он прям интересный. А вот мужской как-то не очень, не понравился. Так, какие у нас дальше коробочки? Дальше у нас потрясающая какая-то интересная рассылка от бренда Шик. Открываем эту коробку и, во-первых, здесь у нас послание от самой Натальи Шик, которая написала, что она смотрит мои видеоролики с большим удовольствием. Поэтому, Наталья, если вы смотрите этот видеоролик, то большое вам спасибо за такую классную рассылку и у вас очень классная косметика. В общем, дальше мы здесь, что мы здесь находим? Здесь мы находим патчи для глаз из линейки по уходу. Кстати говоря, у Шик есть прям такая достаточно большая линейка по уходу за кожей и для подготовки к макияжу. Но она больше, конечно, такая подготовительная к макияжу, чем уход в эту линейку. Вот такие вот розовенькие красивые патчи здесь в этой рассылке были. И, кроме того, здесь их новинки. Давайте посмотрим, что это такое. Здесь у нас блеск для губ ухаживающих в двух оттенках. Ну-ка. Я немножко потеряла обоняние после того, как мы понюхали такие мощные духи от Арифлейм. Поэтому я сейчас, к сожалению, не понимаю. Мне кажется, что есть какая-то небольшая одушка, но какая-то прям очень-очень легкая. И здесь, посмотрите, такой блеск. Он прям едва-едва имеет какой-то оттенок. Я такое на самом деле очень люблю, когда прям совсем полупрозрачный. То есть что-то такое деликатное. И по ощущениям он как маслица. То есть он такой вот супер приятный, не липкий. Вообще реально, как будто, знаете, как будто масло какое-то растворяется в такое масло. Ну классно! Я с удовольствием попробую. У меня сейчас красная помада, поэтому попробовать я прямо сейчас на себе не могу. Но я такие вещи очень люблю, когда все такое прям вот нежненькое и ухаживающее. А еще появились какие-то новые тени в карандашах. Ну-ка давайте посмотрим. Это у нас оттенок, как называется, оттенок под названием Цинк. Ой, как красиво! Вот такие оттенки я просто обожаю. Прям, знаете, такие максимально просто какие-то благородные. Еще вот такой вот оттенок. Это уже матовый, посмотрите. Это оттенок, который называется Raast. Название этого оттенка, к сожалению, мне сложно интерпретировать. В общем, он называется Chamois. Chamois. Что-то такое. Вот такой вот тоже матовый оттенок, коричневый. Классно, кстати, очень универсальный. И последний называется Bistre. Или Bistre. В общем, давайте тоже посмотрим. И здесь у нас тоже что-то матовое. Кстати, мне кажется сейчас, что вот этот вот коричневый, который я сказала, что он матовый, он не такой уж и матовый, он как будто какой-то сатиновый, а может быть просто немножко отблескивает. Но вот эти вот два, они прям явно-явно матовые. Ну что ж, тоже попробую с удовольствием, потому что у Chic реально тени отличные. У них есть и кремовые тени отличные, и у них карандаши просто шикарные. Так что они большие молодцы. Будем с удовольствием их использовать и пробовать. Следующая коробка у нас от потрясающего бренда Лорак. Он же Лорак, ну в общем, по-разному ударения ставят. И это бренд, который я просто обожаю. И знаете, какая у меня классная новость? Он пришел в Россию. Помните, мы с вами все переживали, что раньше этот бренд вот прям гремел по всему миру, но потом как-то он отовсюду пропал. И про него стали мало говорить. А на самом деле у них вышли супер классные новинки. И давайте посмотрим, что у них вышло. Это все, кстати, сейчас продается в Золотом Яблоке. Я видела, я думаю, что и в других магазинах тоже это появилось. И у них вышла какая-то потрясающая палетка, которая называется Нуар. Это холодная палетка. И про нее очень много, кстати, писали на иностранных, прежде всего, сайтах. И посмотрите, какая прелесть, вообще какая красота. Лорак или Лорак, они известны тем, что у них тени высочайшего качества. И одни из моих самых любимых палеток, наверное, даже назвать можно их самыми любимыми, это именно палетки от них. То есть они потрясающе классные. И я прям жду, не дождусь, когда я эту палетку попробую. Но, кстати говоря, про то, что она холодная, здесь еще можно поспорить. Ну, такая типа Нуар. Скорее она темная, нуарная, чем холодная. Но выглядит, конечно, крайне привлекательно. То есть она такая, видно, что универсальная, можно использовать на каждый день, можно использовать для смойки. Так что с удовольствием буду пробовать. Дальше здесь у нас еще палетка Gold. Ну-ка, давайте откроем. Вот такая палетка, мне кажется, у них была. И то ли это старый запуск, то ли, может быть, это какой-то перевыпуск их старой палетки. То есть здесь тоже такие, ну, золотистые в основном оттенки. Тоже очень интересно. Но палетки вообще, я в восторге. Мне они очень нравятся. Я надеюсь, что они окажутся просто потрясающе классными, как и старые их запуски. Также здесь у нас вот такие вот интересные румяна, новые. Я раньше таких не видела, но, может быть, они просто продавались в Америке, например. Но поскольку у нас этого бренда не было, негде было и посмотреть. Так, хорошо, интересно. А это у нас что такое? Это палетка консилеров и палетка для контуринга. Это у нас все жидкие средства кремовые. И к этой палетке прилагается вот такая вот кисть двусторонняя. То есть вот это вот для консилера. Мне кажется, что-то оно тут слежалось. Как-то, видимо, палетки на нее упали и лежали на ней. В общем, она вся смялась. Но ничего, можно ее помыть, высушить, и все будет как новенькое. В общем, вот такая вот кисть и вот такие вот оттенки консилеров. Кроме того, здесь еще у нас средство, которое называется Light Source. То есть это база под макияж сияющая. То есть база с сиянием. Ну, так хочется скорее это все попробовать. Вообще, так здорово, что они пришли к нам в Россию. Люкс тушь от них. Как она, что она вообще делает? Написано, что это тушь для ресниц первого класса. Типа ваши ресницы, если они купили билет в первый класс, то их там накрасят этой тушью. Ну, что ж, попробуем, узнаем. Нам ничего не обещают, просто говорят. типа, первый класс, первоклассный, у вас будут ресницы. Дальше здесь, что это такое? Это с кисточкой, с кисточкой, черный лайнер. С кисточкой, черный лайнер, самые мои любимые. Еще мы здесь находим два блеска для губ, которые называются Alter Ego. И также, ну, конечно, это праймер для глаз, праймер для века. Они очень любят делать свои праймеры для века, и они их всегда кладут к своим палеткам. Ну, что ж, я так довольна вообще. Ну, посмотрите еще раз вот на эту палетку. Ну, до чего же хороша, ну, до чего красиво, до чего интересно, не так ли? Так, хорошо. Дальше у нас вот такая вот коробка от бренда Revolution. И называется она Секретный бокс. А почему она так называется? А потому что внутри их новая линейка, которая называется Re-Love. И мне про нее писали, меня про нее спрашивали, и это какая-то у них новая линейка, которая очень недорогая. Ну, то есть, в принципе, у Revolution недорогие средства, но поскольку здесь достаточно маленькие объемы, это позволяет, как я понимаю, им сделать эти средства еще дешевле. И здесь вот такая вот палетка, ну, у них там разные есть палетки в разных вариантах, ну, красивая, красивая, называется Empower. Также тушь для ресниц, ну-ка посмотрим, давайте-ка, с обычной щеточкой, с какой-то длинненькой. Кроме того, хайлайтер, какой-то желтенький, интересный цвет, бальзам для губ, который называется Glam Balm, и написано, что он с каким-то ароматом свежего всплеска. Пахнет жвачкой. Ну, прям обычный аромат жвачки прям такой. Фиксирующий спрей для лица, кроме того, еще Baby Gloss, вот такой вот крошечный блеск для губ, ну, тоже полезно в каких-то поездках или с собой в сумочке носить. Палетка для бровей, похожая, кстати, немножко на то, что мы уже с вами распаковывали. Какая-то сыворотка, это тональное средство в формате сыворотки, так странно, она вся, конечно, разделилась на части, но ее нужно безусловно потрясти и потом все должно быть в порядке. В общем, вот такая вот сыворотка здесь, кстати, 25 миллилитров, то есть чуть меньше стандартного объема тонального средства. Лайнер для глаз и средство для фиксации бровей и ресниц. Два в одном. Интересно. Также пудра вот такая вот фиксирующая и маленькая палетка из хайлайтера и румян. Кстати, выглядит, посмотрите, как здорово выглядит румяна, вообще прям так красиво. Ну что ж, мы будем знать, что теперь у Революшн появился новый бренд. Я так понимаю, что бренд, в чем его смысл, что он такой миниатюрный, что он немножко такой молодежный и в том, что он как раз бюджетный. И, кстати, вот здесь написано, что стоимость продуктов линейки не превышает 700 рублей, то есть он прям супер бюджетный и что вы можете собрать косметики, комплект косметики для полного макияжа меньше, чем за 4,5 тысячи, то есть прям вот можно собрать целую косметичку. Но можно сказать, что у нас здесь как бы больше даже, чем целая косметичка. Просто куча всего интересного. Так, хорошо. Следующая рассылка у нас вот такая вот очаровательная. И к этой рассылке мне еще прислали огромный, просто гигантский букет, совершенно роскошный, который я, к сожалению, даже не сфотографировала. Но я была просто поражена, насколько он был красивый и насколько он был потрясающий. В общем, что это за рассылка такая? Это рассылка от бренда, который называется Plant Base. Это бренд корейский. Он очень известный в Корее. Он дико популярный в Корее. И если вы смотрели мой ролик про адвент-календарь от сайта YesStyle, тот самый роскошный корейский адвент-календарь, мы там находили средства от них. То есть он прям такой известный и популярный. У него много разных линейк у этого бренда. И он сейчас вышел официально на российский рынок, потому что у него появился какой-то вот прям классный дистрибьютор в России. В общем, давайте смотреть, что у нас здесь внутри. Здесь у нас первая коробочка с линейкой, которая называется AC Clear. И это средство с центеллой. Как можно понять, то есть, видимо, средство для кожи, склонное немножко к высыпаниям. Здесь у нас, во-первых, магическая пенка для умывания. Ну, здорово, что здесь написано. 44 процента, кстати, здесь составляет экстракт центеллы азиатской. Классно, знакомься с еще одним интересным корейским брендом. Также здесь у нас успокаивающий тонер, который уже на 90 процентов состоит из экстракта центеллы. Центелла один из наших самых любимых компонентов и один из самых классных и действенных компонентов в любой косметике, не только в корейской. Дальше у нас здесь крем, который от всяких прыщиков. Это, кстати, классно. Нужно будет обязательно попробовать, а то, знаете, бывают всякие вскочат неприятные. Также у нас здесь увлажняющий крем тоже с центеллой, с большим содержанием центеллы. И еще и лосьон, который смягчающий и уменьшающий всякие покраснения на коже. Ну, что ж, здорово, спасибо огромное за такую классную рассылку. Так, и у нас еще вторая коробка. Рано сказала спасибо, потому что нужно сказать еще и за эту коробку тоже спасибо. Посмотрите, какая красота, как интересно. И что у нас здесь внутри? А здесь у нас всякие средства от бренда Plant Base, которые предназначены для других типов кожи, не только для кожи проблемной. В общем, здесь у нас Nature Solution. Это какой-то супер увлажняющая какая-то линейка, которая создана на основе бамбуковой воды. Во-первых, у нас здесь вот такая вот увлажняющая бамбуковая вода. Посмотрите, здесь две составляющие, то есть здесь какая-то масляная составляющая, и также здесь у нас сама бамбуковая вода, видимо, наверное, для питания и увлажнения. И это вот такой вот тонер. Кроме того, здесь у нас эссенция для кожи, которая тоже с крупинками масла. Вообще классно! То есть питательная, видимо, да, и какая-то увлажняющая линейка. А еще, мне кажется, мы с вами такое где-то уже находили от этого бренда. Что-то мне это напоминает. В общем, это крем, который состоит тоже из двух частей. Его надо смешивать между собой. К нему прилагается лопаточка специальная, которой вы можете его замешать. То есть нужно здесь вот эту вот масляную составляющую тоже смешать с кремовой и потом уже нанести на лицо. Ну-ка! Вообще ничем не пахнет, как будто даже у него и нет отдушки. Кроме того, здесь еще есть вот такой вот пептидный крем для глаз, который мы с вами уже находили как раз в адвент-календаре. Почему? Этот бренд мне хорошо знаком. И это крем для глаз, который также подходит для лица. У корейских брендов вот такое вот понимание хорошего сочетания цены и качества, что не нужно покупать сразу два крема, вы можете в принципе одним кремом пользоваться и для глаз, и для лица. Также здесь у нас коллагеновая ампула из линейки, которая называется Time Stop, то есть это анти-эйдж ампула. Еще керамидная какая-то ампула. Интересно, вот такие вот две ампулы, то есть это ампульное средство, очень активные. И здесь у нас даже есть подпись. Для чего? Какая линейка, кстати? Вот такая вот карточка. И также мы здесь находим линейку, которая называется POR N, наверное, ну типа нет, POR, POR, что-то такое. И это эмульсия, которая, что она делает, она не дает, не дает выделяться кожному салу. Немножко зависла, на секундочку. Также здесь у нас тонер, который с кислотами, который тоже выравнивает текстуру кожи и делает кожу шелковой, как здесь написано. Ну что ж, шикарно, просто шикарно, и роскошно, с удовольствием все это с вами будем пробовать. Мы немножко разделались с коробками, но у нас остались пакеты. И еще есть кое-какие коробки и пакеты тоже есть. Давайте откроем пакетик от бренда Benefit. И посмотрите, какую прелесть они мне прислали. Какой просто очаровательный джемпер симпатичный. Давайте его разложим. Он выглядит вообще супер классно, вообще такой яркий и замечательный джемпер. Здесь у них в рассылке как ни странно вот такая штучка от Spirit Richels. Помните, мы с вами несколько раз открывали их боксы и это палочки Palo Santo. Это главный товар этого сайта, который делают свои бьюти-боксы. На них там много всяких разных интересных вещей. Но в общем, вот эти вот палочки Palo Santo делаются из какого-то очень священного латиноамериканского дерева и они очень приятно пахнут. Но вообще, если вы занимаетесь какими-то эзотерическими практиками, то вы наверняка знаете, что их применяют для того, чтобы чистить пространство. Если вы не занимаетесь таким, то они просто приятно пахнут. И давайте откроем, покажу вам, как это выглядит. Мы просто с вами уже их, знаете, сколько находили в разных бьюти-боксах. Они прямо сейчас супер какие-то модные. В общем, вот такие вот палочки пахнут восхитительно. Они пахнут прям такой богатой-богатой древесной смолой. В принципе, можно просто эту палочку вот так вот нюхать, не зажигать ее и уже будет приятно и классно. Прям такой бодрячий какой-то аромат. А еще от Benefit здесь у нас их адвент-календарик, который мы с вами уже открывали и они продаются в Сифоре. Ну, где у нас Benefit продается в Сифоре официально, поэтому там вы можете вот такие вот адвенты найти и посмотреть у меня на канале, кстати, обзор на этот адвент-календарик. Следующий пакетик открываем и здесь у нас два бренда. На самом деле они были по отдельности, но я их сложила в один пакетик для удобства. В общем, здесь у нас рассылка от бренда Essie. Это бренд лаков для ногтей. Я думаю, что многие об этом знают. И посмотрите, какая классная вещь. У них вышла какая-то новая коллекция. Это комплексный уход за ногтями. Здесь две вещи, две составляющих в этой коллекции. Во-первых, это базовый и топовый, топовое покрытие для ногтей, которое выглядит вот так. Здесь вот такая вот база классная. Ну что ж, это всегда полезно. Это такой, знаете, набор прям вот для самого базового маникюра. И также здесь абрикосовое масло для того, чтобы вам что делать? Ухаживать за ногтями и за кутикулой. И еще несколько разных лаков для ногтей. Даже белый есть вот такой. Вот такие вот всякие сияющие лаки для ногтей. Ну что ж, интересно, интересно, красиво вообще. И красный, праздничный, и черный. Ну, у Essie просто огромное количество разных лаков для ногтей. Кстати, что это за оттенок такой? Ну, где написано-то, где написано? Да, это он. Никак не могла понять, просто тут сижу такая, рассматриваю. Что же это за оттенок? Это балетные туфельки. Это самый любимый оттенок королевы Елизаветы II. Она всю жизнь им пользуется. Но, по крайней мере, это сплетня такая, что вот королева всю жизнь пользуется именно этим оттенком, потому что он идеально подходит для особо королевских кровей. Как вы знаете, есть очень строгий королевский этикет, и вы не можете красить ногти любым лаком, который вам вообще понравится, потому что у вас ручки должны быть королевские, ухоженные такие вот, и с нейтральным лаком. Поэтому она вот любит именно этот оттенок, хотя, может быть, это и какая-то сплетня. Так, и еще у нас здесь в этой же, в этом же пакетике Брэд Гарнье. И у них вышло, на самом деле, очень много новинок, и новинки прям классные и интересные. И давайте на них посмотрим. В общем, здесь у нас их Биби-крем, который не новинка. Мы с вами прекрасно его знаем, мы с вами уже 100 раз его пробовали, и это классический их Биби-крем. Кто-то любит, кто-то не любит, у всех разные отношения, но вот такого я еще не видела. Может быть, это вышло уже давно, но я как-то вот пропустила этот момент, когда вышел вот такой вот ролик вокруг глаз. И посмотрите, здесь экстракт грейпфруты, минеральные пигменты и некий ингредиент, который называется галаксил. Я не знаю, что такое галаксил, но, наверное, что-то полезное для кожи вокруг глаз, потому что это Биби-крем с роликом именно для кожи вокруг глаз. Ну, по-нашему, консилер. Это консилер просто. Ну-ка, как это вообще работает? А, ну понятно. Смотрите, да, здесь ролик, и он немножко вот так вот распределяет этот Биби-крем. Надо будет попробовать, потому что прям действительно как-то интересно. Какое-то вот новое такое интересное средство. А еще у них обновилась линейка гиалуроновый уход. Помните, у них раньше в этой линейке что там было? Точно был гиалуроновый гель, который мне не очень понравился, потому что он для меня слишком-слишком легкий, и он как будто даже подсушивает мне наоборот кожу. Ну, в принципе, это понятно, потому что он предназначен больше для жирной кожи. И они выпустили очень много интереснейших новинок в этой линейке. Во-первых, у них, посмотрите, здесь Биби-крем, который с этим гиалуроновым гелем. То есть он, видимо, какой-то более еще увлажняющий. Ну-ка, давайте посмотрим, как он выглядит. Классно, такая упаковка, она как будто бумажная. Вообще здорово! Ну-ка, давайте, может, немножко нанесем, посмотрим. Ой, пахнет! Пахнет здорово! Пахнет прям... Пахнет алоэ. А, здорово! Классно! Надо будет попробовать. Опять же, потому что у всех разное мнение по поводу Биби-крем. И вот такая вот новинка, может быть, она понравится тем, кому раньше не нравился их классический Биби-крем. Также у них вышла вот такая вот классная новинка. Это гиалуроновая алоэ-сыворотка. И это алоэ-сыворотка, которую я уже пробовала, я уже знаю, как она работает. Она для того, чтобы придать коже сияние. Она для того, чтобы мгновенно кожу и подсветить, и, самое главное, увлажнить. Потому что это гиалуроновая алоэ-сыворотка. И вот одна даже капелька вам сразу даст ощущение увлажнения на коже. Кроме того, здесь у нас еще гиалуроновый алоэ-гель-пенка. Вот такой, по-моему, у них уже был. И еще вот такая вот пенка. А чем отличается? Вот это для всех типов кожи, а вот это вот для нормальной и чувствительной кожи. А, понятно, здесь разная текстура. То есть, это как гелевая текстура, а здесь написано, написано, что это текстура взбитой пенки. То есть, именно как вот больше какая-то пенистая такая штучка. И еще тут куча просто их масок. У них вышли вот такие вот новые тканевые маски. Вот такие вот разные. Еще посмотрите, здесь какая-то маска, тканевая маска для глаз перед сном с минералами, морской водой и гиалуроновой кислотой. Патчи, такие сияние молодости. Патчи, кокосовые патчи, свежий взгляд. Вот такая вот еще интересная новая тканевая маска. А еще вот это вот я первый раз вижу. Может, это вышло уже какое-то время назад, но, по-моему, это прям совсем новинка. То есть, посмотрите, здесь есть концентрат сам. И также здесь есть сухая маска. Как это обычно работает, что нужно как-то вот так вот это все перемешать, точнее, надавить, и у вас все это вот сюда вот вытечет. И потом вы откроете и уже будете пользоваться маской. Мне нравятся такие штучки, потому что здесь есть какой-то элемент игры какой-то. То есть, вы должны сами себе приготовить эту маску. Дальше у нас здесь их классические маски и вот такие вот относительно тоже новенькие маски. Вот такая питательная маска с витамином С, такая питательная маска и гиалуроновая алоэ маска. В общем, Горнье у нас просто короли всяких разных интересных масок для лица. И еще один пакет. Посмотрите, это еще не все. Это еще не все, что нас ждет. Пакет с роскошной подушечкой и с вот таким вот украшением. Не знаю, куда его можно надевать, это украшение, но, наверное, можно на талию. Можно как какой-то изысканный пояс носить. И как вы думаете, к чему относится вот такое вот украшение явно в стиле 20-х годов? Конечно же, многие уже догадались к бренду, который называется Руд Косметикс и у них есть вот такая вот палетка теней, которая называется Ревущие 20-е. У них на самом деле этих палеток три разных штуки и они потрясающе вот такие вот яркие. Я вам их уже показывала, они прям яркие-яркие, мега пигментированные и вот этот вот бренд Руд, он такой достаточно новый на нашем рынке, но многообещающий и интересный. А кроме того, еще от них пришли вот такие вот рукавички и не просто рукавички, а внутри вот такая вот штучка. Что это у нас такое? Это какое-то масло увлажняющее для губ, которое прям, как написано, спасает ваши губы, особенно зимой такое масло пригодится. Пахнет очень приятно и у него легкий такой розовый аромат. Ну, в общем, рукавички, вот такие вот подушечки вообще просто очаровательно все это выглядит. Так, да что ж такое-то у нас тут опять немножечко, знаете, немножечко лишнего, то что мы в кадре показывать не будем. И еще у нас здесь несколько рассылок. Во-первых, небольшая рассылка, это как раз от Vivienne Sabo была та бутылочка. Рассылка от Vivienne Sabo здесь в календаре, что всегда полезно. Полезно знать, какой сегодня день. И палетка из их как раз новой коллекции, которую мы с вами уже видели. Это палетка теней, которая называется Интрига. В самом начале видео мы с вами открывали вот с такими вот красивыми румяными девочками. Еще от них же вот такой вот футлярчик для телефона. Посмотрите, здесь сразу у нас и кошелечек, и также футляр, я так понимаю, для телефона или еще для каких-то вещей как раз в стиле вот этой их новой коллекции, которая называется Высокая мода. А что здесь у нас еще? А здесь у нас еще две рассылки новогодних поздравительных от разных брендов. Во-первых, вот такая вот сумочка симпатичная, в которой несколько средств от брендов компании Кати. Во-первых, это вот такая вот помада очаровательная от бренда Гуччи. Ой, помада от Гуччи, это просто моя любовь. И вот такой помады у меня еще не было. Это помада, которая сияющая, бриллиантовая, с бриллиантовым сиянием. Помните, я вам показывала несколько помад от Гуччи, они прям вообще потрясающие, обалденные помады. Кроме того, еще Ревлон классическая вот такая вот помада, красивенькая, которая у нас в оттенке, которая называется золотисто-жемчужная слива. И еще от бренда Ревлон здесь у нас два стика, которые... Один стик вот такой вот для хайлайтинга и для скульптурирования, и второй, я думаю, тоже для этого же, но он более в таком темном оттенке. А еще косметичка от бренда Лора Мерсье. Давайте ее посмотрим. И у них появились консилеры. новенькие, я так понимаю, консилеры. Лора Мерсье потрясающе просто красивый французский бренд, про который мы с вами уже много раз говорили. И у Лоры Мерсье, у этого бренда, вообще Лора Мерсье это французский визажист, очень известный. И у нее самое главное это лицо. Ну, то есть не ее лицо, а ваше лицо, которое она потенциально красит, и ваше лицо, на которое вы наносите ее косметику. В общем, смысл ее подхода к макияжу в том, что должна быть идеальная кожа. Это вот самое первое, нужно сделать идеальную базу, а там уж любой макияж, какой бы он ни был, он все равно будет смотреться хорошо, потому что кожа будет смотреться идеально. И поэтому у нее очень много всяких консилеров в линейке. Например, вот такое вот средство маскирующее. Ну-ка давайте посмотрим, что это такое. Это средство, которое называется секретный камуфляж. Я так понимаю, что это два таких кремовых средства, они сейчас достаточно такие жесткие, но, наверное, нужно их хорошенько поковырять. Здесь даже вот есть кисточка такая специально, для этого. И это два оттенка, это для маскировки совсем там каких-нибудь синих кругов, это для ситуации, когда у вас немножко все попроще. Или, может быть, вы сначала пользуетесь вот этим для цветокоррекции, и потом уже корректируете получившийся цвет при помощи вот такого вот более светлого оттенка. Ну, в общем, как у вас цветокоррекции получается, так и нужно в данном случае поступать, так и использовать вот эти цвета. А кроме того, еще сами консилеры. И консилеры какие-то интересные. Это дуо консилеры в стике. В общем, посмотрите, здесь с одной стороны корректирующая часть, которая матовая и маскирует несовершенствия, также успокаивает кожу. А с другой стороны это осветляющая часть, которой вы, соответственно, подсвечиваете всякие моменты потемнений под глазами. И вот здесь, вот, кстати, вообще очаровательная косметичка, как раз посмотрите, как удобно. Вот здесь носить какие-то большие средства, а вот здесь вот носить средства всякие в карандашах, чтобы они у вас не мотались, чтобы их можно было быстро найти. В общем, консилеры эти выглядят вот так. Ну-ка, здесь одна часть, вот это, наверное, подсвечивающая часть, да? Вот такая вот прям какая-то яркая. Чуть-чуть она как будто с какими-то частичками подсвечивающими. А вот это у нас часть, ну-ка, это для чего? Какая из них какая? Нет, я все перепутала. Первая часть, наоборот, была корректирующая, просто это прям светлый оттенок консилера. А вот это уже действительно с каким-то легким сиянием, то есть с этой стороны у нас часть подсвечивающая. Но Лора Мерсье это бренд, который вот прям профессионал в идеальной коже, так что я уверена, что с этими консилерами мы ее наконец-то добьемся. Весьма утомительно, оказывается, открывать даже такие замечательные подарки и рассылки. Но мы с вами не унываем, к нам пришел кот, и он нам поможет распаковать вот такую вот огромную посылку от бренда Линд. Линд это бренд шоколадный, который делает конфеты, и они мне тоже решили прислать вот такую вот рассылку. И знаете что? Я ее открыла и съела уже оттуда кучу всяких конфет. Извините, ребят, я не удержалась. Иногда мне очень хочется есть. И у них как раз конфеты, это шоколадный шоколад, который я люблю. В общем, давайте все равно откроем, я там немножко уже полазила, а потом я знаете, что сделала? Это вот прям по классике, когда ты разворачиваешь конфетку, съедаешь ее и заворачиваешь обратно фантик, и кладешь в вазочку. В общем, я взяла и сложила коробки, в которых чуть-чуть еще осталось конфеток, обратно сюда, ну, чтобы нам с вами посмотреть. Ой, ну что ты испугался? Ну ты чего? Сиди спокойно, мы здесь конфеты будем открывать. Смотри, смотри, что у нас здесь. Какая вообще роскошь. В общем, здесь в этой рассылке была вот такая вот коробка конфет с разными конфетами, вот такая вот коробка конфет, по которой видно, что там не очень много всего осталось. Еще тут были маленькие медвежата, но, к сожалению, медвежата, медвежата, в общем, были съедены первыми. И вот такие вот очаровательные большие медвежата, но на больших я как-то уже не посягнула, уже думаю, нет, большие, это слишком круто, пусть они останутся все-таки в этом календаре, я как-то потерплю. И здесь у нас просто целая семья медвежьи, посмотрите, здесь большой медведь, здесь вот такая вот медведь-девочка, прям как я одета, посмотрите, какая симпатичная, и какой-то еще медведь в красненькой кофточке. А, ну вот такие были медвежата, которые здесь еще их несколько осталось, не все, оказывается, были съедены. Ну и самое главное, это звезда просто этой рассылки, и это, конечно же, их адвент-календарь с разными конфетками. И, кстати говоря, я тут была так удивлена, я увидела, что у Линд открылись их фирменные магазины. Я шла тут по торговому центру и смотрю, огромный просто магазин стоит, и там все от Линд, то есть их прям фирменный магазин. Ну, в общем, пока что мои самые любимые конфеты вот такие вот красные, потому что на самом деле это молочный шоколад и внутри молочный шоколад. То есть получается как раз шоколадный шоколад. Кстати, посмотрите на кота. Вы его давно не видели. А знаете почему? А потому что он у нас теперь ходит вот в таком вот воротничке. Из-за этого он слегка-слегка потерял уверенность в себе. У него же вообще, знаете, моделинг его профессии. Он все время стремится сниматься. Но сейчас он немножко такой, что он не такой прям красивый, как раньше, как он считает. Потому что он вот в таком вот воротничке. Воротничок ему для чего нужен? Дело в том, что ему сейчас нельзя лизать живот свой, а он его все время лижет. Поэтому пришлось ему купить вот такой вот воротничок, который, соответственно, как подушечка и он на нем может легко спать. Он его особо никак не тревожит. В общем, теперь он у нас вот такой вот красавчик-мурзилка. Кстати говоря, это уже второй воротничок, а первый у него есть еще вот такой. И по поводу этого воротничка у нас прям вообще даже спор своеобразный вышел с мужем и муж утверждал, смотрите, конфеты тоже интересно. Или он хочет попозировать. В общем, у него, у нас вышел спор, потому что Костя утверждал, что вот это, это инопланетяне, на этом воротничке. А я говорю, что это кролики. Посмотрите, это кролики или инопланетяне. Напишите в комментариях, как вы думаете, на что это больше похоже? На кроликов или на инопланетян? Но здесь, я думаю, никто не будет спорить, что это какие-то то ли лебеди, то ли гуси. То ли гуси и лебеди все вместе. В общем, мы тут пока с Мурзилкой играли. Знаете, что решили? Что наверняка у вас уже куча дел, что наверняка вы уже успели накраситься, пообедать или нарезать все салаты и пора уже, конечно же, бежать, бежать, спешить, праздновать Новый год. Поэтому давайте мы оставшиеся рассылки с вами откроем в январе и тем приятнее, тем интереснее нам будет с вами встретиться вновь уже совсем скоро. Все, тут уже конфеты, все, увидел конфеты, хочется есть конфеты. Как можно скорее. Но сначала мы с вами, конечно же, должны отметить то, что сейчас Новый год. Я вас поздравляю с Новым годом и погодите, погодите, сейчас мы нальем себе немножко шампанского. Так, что у нас тут есть? Детское шампанское, то самое, на основе виноградного сока. Ну что, будем детское шампанское? Да бог с ним. Давайте уже настоящее откроем. Ну что за ерунда, да? Ну детское шампанское, ну что такое? Нет, мы можем выпить и взрослого. В общем, вот этот бокальчик а вот этот для меня. И давайте скорее уже начнем с вами праздновать. Я вам, как всегда, желаю потрясающего Нового года, чтобы он у вас был действительно удачным, чтобы удача всегда была на вашей стороне. Но помните о том, что тяжелая работа всегда вознаграждается. Поэтому, если вы чем-то горите, если что-то вам нужно делать и нужно делать это хорошо, то, в общем, помните о том, что усилия ваши всегда будут вознаграждены. Работайте хорошо, добивайтесь отличных результатов, чтобы гордиться собой. А еще вам желаю, конечно же, чтобы у вас все дома было хорошо, чтобы ваша семья была счастлива и здорова, чтобы вы были здоровы, чтобы все ваши близкие всегда были с вами и чтобы ваши прекрасные животные тоже всегда были с вами и все вы были абсолютно-абсолютно счастливы и веселы в грядущем 2022 году. Спасибо вам большое за то, что вы были в прошедшем году со мной. Мы с вами уже очень-очень скоро встретимся. Ну и, конечно, еще вам желаю отлично отметить этот Новый год. Ура! С Новым годом! И до скорой встречи на моем канале. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова